ПОДПИШИСЬ НА КАЗАХСТАНСКИХ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ авторынки кишатыми, и порой, когда у нас нет денег, мол, это же японец, япошка. Ассаламу алейкум, дорогие друзья, с вами программа ProAuto. И сегодня мы расскажем вам о Тойоте 40-го кузова. Не переключайтесь, будет интересно. Сегодня у нас на тесте Тойота в 40-м кузове. В 40-м кузове Тойота начала выпускаться с 2006 по 2011 года. Данное поколение дебютировало в автосалоне в Детройте в 2006 году. Существует 5 модификаций Тойоты 40. Комфорт, Престиж, Элеганс, Комфорт Плюс и люксовая комплектация. В комплектации люкс она имеет двигатель объемом в 3,5 литров и с 277 лошадками под капотом. Остальные вышеперечисленные комплектации с объемом в 2,4 литра. Цена на них варьируется от 2,5 миллионов и до 5 миллионов тенге. Эта машина признана нашими автолюбителями. Конечно, епошка не новая и имеются болячки не без этого. Ведь у всех авто есть свой лимит. Каждый автоконцерн преследует коммерцию. Приходит время, машина стареет, ломается. Тойота в 40-м кузове. Этот автомобиль признан не только в нашей стране, но и в соседних странах. С объемом в 2,4 системой VVTi. Со 158 лошадками под капотом. Но об этом чуть позже. Сейчас мы расскажем вам об экстерьере Toyota 40. Представляем вашему вниманию американца комплектации Le. Кузов автомобиля, ну, очень крут. Передние фары довольно-таки обтекаемые. Ксенон, хрустальная оптика, дневные ходовые огни, противотуманки. Она выглядит, несмотря что она производилась с 2006 года и до сих пор современно. И до сих пор их очень много ездит по городу. На заводских 16-ти титановых дисках есть небольшие косяки. Краска вспучивается и ржавеет со временем. У них это болезнь. А так, в общем, по кузову никаких нареканий. Мы сейчас в салоне Toyota 40. Вообще, Toyota сама является, скажем так, престижной машиной. Так считают не только автолюбители нашей страны, но и вообще, мне кажется, всего мира. Мы спускаемся с одного из прекрасных и красивых мест города Алматы. Это Сбао, Большое Алматинское озеро. Я советую посетить это место очень красиво. С семьей, с детьми можно действительно уедете отсюда под большими впечатлениями и эмоциями. Куда уж здесь до положительных эмоций и впечатлений. Конечно, свежий воздух, природа – это хорошо. Но интерьер Toyota 40 меня не впечатлил. Велюровая обивка салона. Мне больше по душе кожа, но опять же на любителя. Что еще хочу заметить – все материалы сделаны из пластика. Для тех, кто любит пафос, кожу, дерево и все прибамбасы, что ласкает ваше эго, вам не по пути. В плане безопасности Toyota Camry демонстрирует очень высокий уровень. Салон оснащен аудиосистемой CD, MP3, GUR, ABS, SRS, иммобилайзер, полный электропакет, центр-замок, кондиционер, мультируль. На все Camry с 2006 по 2007 модельные года стандартно устанавливаются ABS, EVD, электронная система распределения тормозного усилия и усилитель экстренного торможения. Начиная с комплектации Prestige предусмотрены дополнительные активные системы. Курсовой устойчивости и антипробуксовочная система. Тем не менее, хотелось бы отметить тот факт, что, скорее всего, Toyota 40-го кузова, она предназначена для такой городской езды, для повседневной, ну, скажем, с дому до работы, с работы до дому. Мы сейчас спускаемся вниз и такого прям напряжения ты не ощущаешь. Но вот когда поднимаешься, все-таки она немножко, как говорится, напрягается, так как под капотом немного лошадок, да и объем небольшой, возможно, из-за этого. Но об этом мы обязательно спросим у экспертов и специалистов, которые уже нас ждут в станции технического обслуживания. Они нам расскажут все подробности о двигателе этой машины, о ходовке. Там, как говорится, уже будет более профессиональный язык. Ну, а пока мы направляемся в станцию технического обслуживания, я расскажу вам, какими штрафами может обернуться, если вы установили незаконными путями стравоскопы на ваш автомобиль. Статья 464, часть 2. Установка на транспортные средства без соответствующего разрешения устройств для подачи спец, световых или звуковых сигналов, за исключением охранной сигнализации, налагается штрафом на физическое лицо 25 МРП. Штраф на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортного средства ИП, юрлиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, некоммерческими организациями 200 МРП. Штраф на юрлицы, являющихся субъектами крупного предпринимательства, 2000 МРП с конфискацией указанных устройств. Не предпринимайте незаконных действий, и тогда вам не придется выплачивать штрафы в крупных размерах. Вот мы и добрались до СТО, где нас ждал специалист широкого профиля, который расскажет нам все о нашем Саракеше. Сколько стоят деталей, когда и через какое время все эти детали меняются, на что нам нужно обратить свое внимание. И первым делом мы, конечно же, должны обратить свое внимание и придать значение к узову автомашины. В данный момент Toyota 40 у нас объем 2,4. 2,4, да? Да. Двигатель VVTi получается? Да, двигатель VVTi, 16-й клапан. Как бы специализированное масло у нее 5,20. Со временем получается у них расход. Ага. Из-за маслаков. Ближе к 100 тысячам, то есть 70-80, уже надо менять маслаки. Потому что расход масла идет. Ну, сейчас машина-то довольно-таки не новая, да? Да, машина уже не новая. В 2007 году, считайте, 10 лет машине. 10 лет машине уже пробег, наверное, там уже за 100 тысяч давно-давно. И как бы замена мостоков это необходимо в первую очередь. Ну, вот, скажем, я потенциально покупатель, да, этого автомобиля. Вот мы открыли капот, и я на что первым делом должен обратить свое внимание? Ну, во-первых, уровень, то есть в наличии получается щуп вытаскиваете, проверяете уровень масла. Соответственно, если минимальный, значит расход масла есть. А то можно через выхлопную трубу посмотреть. То есть там есть сизый дым, значит расход масла есть. Ну, у них болезнь это дает именно вот в 2,4, то есть вот ближе к 100 тысячам уже все, замена маслоков это необходима. Сколько стоят вот эти вот маслаки? Примерно, вот сейчас варьируются, в каких цена, к примеру? До 50 тысяч, 50 тысяч тенге. 50 тысяч тенге, да? А в зависимости от производителя или как? Получается, здесь не так, как маслаки дорогие, как маслосъемные колпачки они, как вообще называются. А так дорогая работа здесь. То есть, да, надо будет снимать клапанную крышку, снимать распредвалы. Доставать? Доставать их оттуда, да. Ну, кропотливая работа занимает, ну, как минимум часа 4-5 занимает времени. Ну, вот у официальных производителей лучше брать их. Ну, значит, где-то варьируется цена около 50 тысяч, да? 50-60 тысяч может быть час даже. А вот за работу сколько будет, в общем, примерно? Стойте, после 100 тысяч, скажем, чтобы автолюбитель знал автовладельство? До 100 тысяч, до 100 тысяч тенге. Да, потому что тут потом поменяется прокладка клапанной крышки, свечные шахты тут есть. Свечи поменять сразу, потому что эта работа, то есть, например, меняется одно и цепочкой все делается. Почему? Потому что просто покупает, например, клиент, скажем так, покупает маслаки, ему сразу надо будет брать прокладку клапанной крышки, потому что при демонтаже она, соответственно, лопается. И ее, то есть, не поставишь. Ну, свечные шахты, потому что ту же сумму входит, ну, просто тысяч, да, ну, около 50 тысяч, со всеми прокладками, плюс работа 1040, ну, 90-100 тысяч. Что ж, с двигателем разобрались, не без проблем. В принципе, машина не новая и нуждается во внимании через каждые 8 и 100 тысяч километров. Пришло время заглянуть в ходовую часть Тойоты 40. На что мы должны обратить внимание? Шаровые опоры, солим блоки передних рычагов, здесь он находится, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора. То есть, это получается такая слабость, да, Хабутский Тойоты? Да, да, слабость. Это вот, это вообще слабость у них в стойке стабилизатора и втулки. Потому что они работают постоянно при, то есть, при нагрузке на разрыв. Шаровые опоры тоже там, они работают постоянно. Вся, получается, нагрузка на шаровые опоры идет. То есть, она постоянно, получается, работает на разрыв. Вот, в первую очередь, надо внимание обращать на шаровые опоры. А вот сколько они стоят по цене? Где-то в районе 6 тысяч от на. 6 тысяч? Да, 6 тысяч тенгей. Опять же, смотрим на производство Кореи, Китая. Да, на производство, там, скажем, 3 пятерки и еще что-то там. То есть, и работа стоит 4 тысячи рублей. В общем, 10 тысяч, да? Да, в общем, где-то 10 и 12 тысяч. Это только одной части? Или полностью? Нет, полностью. Две шары. Да, две шары. Ага, две шары. То есть, 6-6 нет, 12 и работа 6. Это 1018 вместе с работой. То есть, две шары и работа. Задняя часть, конечно, отличается от передней. Нету здесь шаровых опор. Ступица, на ней геометрические рычаги, то есть, поперечные рычаги. И продольные рычаги. Тут два санимблока стоят. То есть, вот там первый санимблок. Как бы на нем, пока люфтов нету, его не надо менять. Как появится люфт, соответственно, надо будет заменить их. Также стойки стабилизаторов. Втулочки стабилизаторов. А несколько проходят тысяч? Через сколько их менять? Ну, желательно. Пока не появится ступ, нужно на них ездить. Вы тоже вот этот ступ услышите. Также на кочках, на ямах будет такой глухой ступ. Потому что также на стойках стабилизатора, ну, все нагрузки, получается, на них идет. Сколько они вообще стоят? Вот эти санимблоки продольных рычагов, как бы, тысяч три сторона. 3000 деньги одна сторона. Ну, замена будет тоже 3000. То есть, 6000 одна сторона. 6000 другая сторона. 6000 другая сторона. 12. Если 4 санимблока, то получается, там еще плюс 6000. Потому что работа одна и та же. Просто снимается рычаг, меняется 2 санимблока. То есть, в общей сложности, 2018. 18 передняя, 18 задняя части. И того 36 тысяч на ходов. 36 тысяч, да. Да, ну, вот эти детали. То есть, стойки поменять. Здесь 4 санимблока. Там 2 шаровые опоры. То, что радует в этих автомобилях, в этих машинах. Открываешь капот, все сухо. Все сухо. Поднимаешь его в невесомости, тоже все сухо. Тоже сухо, да. Действительно. И вот, уже, так сказать, резюмируя наше с вами интервью, в конце, традиционно я бы хотел задать вам такой вот вопрос. То есть, на сколько баллов из 5-бальной, скажем, из 5-бальной шкала, на сколько вы оцениваете данный автомобиль? Ну, вообще, Toyota, как автомобиль, она практичная, надежная. По 5-бальной шкале я его оценил, говорю, 4 с половиной. Пол балла, просто минус вот эти детали, которые мы снизу вам все показали. Вот так 4 с половиной она тянет. И в плане того, что не капризная, в плане запчастей все доступно. Ну, и то, что вот, да, под капотом сухо, снизу сухо в основном. Очень редкий случай бывает то, что там что-то бежит. Toyota в 40-м кузове обладает притягивающей силой, притягивая к себе наши карманы и наши кошельки. Данное поколение относится к резерву автомобилей, которые не успели психологически устареть и до сих пор в моде. И знаете, почему мы любим данное авто? За три качества. За практичность, надежность и экономичность. А самое главное, она недорогая в обслуживании. С вами была программа ProAuto. Будьте осторожны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения. На этом все. Ассаламу алейкум. Субтитры подогнал «Симон»